Здарова! Мы сегодня вместе с вами посмотрим новый мультик от Закатуна. Неждано-негодно, он прям вышел. Мы вместе с вами сейчас его и глянем. Странный курьер. Погнали. Эта история произошла поздно вечером. Он долго преследовал ее. Странный курьер никак связан, как с предыдущим мультиком. Ну вообще, Закатун же, помнишь, в прошлой анимации говорил... У меня кончились обычные истории. У меня остались только жесткие. Но я ждут решала. Прикинь еще пришел такой тоже странный курьер. Странный так распахнулся его пальтишко. Конаконец не загнал в угол. И вдруг... Так, хорош уже жути на канале. Сегодня предлагаю расслабиться и послушать простенькую забавную историю про странного курьера. А, про того самого. Ага. Эээ, ну не надо, ты че тут будешь рисовать, да, на меня че-то анима-риц... Анима-риц... Ага, цензура труселей, да, заставка. А че? А раньше не было такого? Подожди, в смысле не было? Анимации на него рисовать? Подожди, там не была, помнишь, какая-то... Какой-то мультик про заправку, и там вроде было что-то такое, нет? А, подожди, уже была... А это новая заставка, или это была? Нет, вроде вы видели уже, пару раз. Было прекрасное воскресное утро. Лучики солнца нежно гладили меня по щеке, а за окном слышался тихий трепет певчих птиц. Вставай, заебал ты, ебаный шашлык! В этот день готовить ничего не хотелось, тем более, жену с дочкой я отвез погостить в деревню. Поэтому решил воспользоваться услугами мальчиков по вызову. Понятно. Ну, обычно это мальчики, потому что представительницы слабого пола редко выбирают профессию курьер. Выбирай, не выбирай, а когда надо туда едешь, в смысле? Я бы его не видел. Мы видели, у нас, короче, недавно в городе открыли Яндекс.Еду доставку, вот эту вот с сумками. Я видела всех. Я видела мальчиков, девочек, бабушек, дедушек на велосипеде, на скутере, да. Я вот по городу хожу, допустим, прохожу, иду в магазин, и они там в центре... А иногда знаешь, когда смотришь на этого курьера, какой-то у меня велосипедик. Маленький какой-нибудь курьер, знаешь, такой микро... Ну, в смысле, не ребенок, а в смысле такой, знаете, мелкий такой. Микрочеловечек. Микрочелек, да. И у него эта сумка... Огромная. С ростом с него, и он идет такой. А там же, да, ноги не на велосипедах, а пешкодрюлям идут. Это как, знаешь, первоклассник, который идет с кучей учебников в первоклассник. Жалко такого, как черепашка еще пойдет и не встанет. Мы, кстати, никогда... Обычно курьеров мы не заказываем, обычно я сама у вас заказываю, все что хожу на шиками. Потому, что, думаю, ну, блин, как ты еще, знаешь, напрягает. Ну, хотя нет, я, может, заказала. Нет, раньше заказывали еще. Но я заказывала обычно не курьеры типа Яндекс.Еды, а это были, допустим, пиццерии какая-то. У них есть своя собственная доставка, и там чувак на машине привозит. Они так как бы не мучаются. А вот таких как-то курьеров очень жалко, особенно, которые, знаешь, там на улице смотришь, там, дождь, слякоть, смерть, там, сносит людей. И он, допустим, смотришь в окно, а он, допустим, возле твоего подъезда маленький лежит, как телепашка, и руками, ногами. А, встать не могу, я упал. Нет, ну там реально сложно, там так... Переверните меня. Нет, там реально так тяжело. Как он его наш пол назвал? По-моему, слабый. Глупенький. Ну, ты как? Да уж. Неудачная была шутка. В общем, я выбрал ресторан, сформировал заказ и принялся ждать. Спустя час раздается звонок. Алло. Здравствуйте. Куда нести? Да, подъезд. Подъезд какой? Да, цифра назови. Ну, второй. И пошел другой, видимо, да? Стопудово. Если что, я сейчас не пытаюсь пародировать иностранцев. Он реально так разговаривал. Я подхожу к двери и жду, когда он позвонит в домофон. Ага, а он не звонит. Но уходит минута. Он уже кому-то отдал. Стопудово, кто-то уже сожрал. Я сказал, цифра. А, квартира, какая цифра у вас? Пи***ь, пири. Я звоню, нет гудка туда. Вы уверены, что там жить? Да, конечно, верю. Я не уверен, что там жить. Я забыл, где жил. Выглянув в окно, я заметил... Другой подъезд. Другой подъезд. Второго подъезда. С конца. Да слева направо второй подъезд. Вы не туда подошли. Все, пошел. Подхожу к двери и на этот раз звонок в домофон состоялся. Хорошо. Открываю ему дверь и жду свою еду в прихожей. Как ни странно, он все-таки нашел мою квартиру. Хотя почему-то шел пешком, когда в доме есть лифт. Может, человека, да, клаустрофобия. Я тоже застрял в лифте, я потом ходил много лет пешком. Даже до сих пор хожу пешком, только вниз. Вверх все-таки мне лень. Нет, ну вверх-то тяжело подниматься, спускаться легче. А вниз я все равно иду пешком. Даже с седьмого этажа, а с пятого, с любого. Даже с двенадцатого ходишь пешком? Да. Я забираю пакет с едой, он извиняется. Ну, как извиняется? Когда номер подъезда будешь писать? Писать. Будешь, еда, принизуй. Время нет. Все. До свидания. Нормально. В общем, мы с ним прощаемся. Я кладу пакет в холодильник и продолжаю заниматься вами делами. А я проверила доставку, что там привезли. Спустя минут 10 раздается звонок. Не тот дал. Да, алло. Я и так сейчас приехал, забирал. Что везу тебе? Можешь дать? Чего? Что? 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 Я буду путать твой рот с чужим рот. Пакет не тот. Что? Чужой рот? Пакет не тот? То, что он... Поменял пакеты случайно, да? И кажется, я догадывался, что... Открыв холодильник и вскрыв пакет, что он принес, я увидел, что внутри совершенно не то, что я заказывал. Надежда была лишь на то, что с моей едой все в порядке. Спустя еще минут 10, он возвращается ко мне, протягивает мой скрытый пакет, а я даю... Скрытый? Ну да. Мой скрытый пакет. И закрылся. Получается, перепутал доставки, человек видимо при нем открыл и говорит, я-то не заказывал. Что ты принес мне? Да. Я твоя рот кебелома наделаю. Да. Думаю, зарплату он сегодня не получит. Что? Что снова? Можешь пять звезд поставить? Да, обязательно. Я не шучу, он реально еще и попросил поставить ему высокую акцент. Ну да, ему надо. Самое интересное, в этот момент практически пропал его акцент. Когда он ушел, он вышел на балкон, чтобы напоследок проводить его взглядом. Эх, уже скучаю. И он действительно не подвел, напоследок решил еще кое-что выдать. Вышел, значит, из подъезда и легким прогулочным шагом отправился в сторону остановки. Но вдруг он остановился, постоял так несколько секунд и резко побежал в противоположную сторону. Что это был за прикол? Видимо, я еще про какой-то заказ забыл. Что это был за прикол такой? Это не все. Я продолжил заниматься важными делами по дому. Как мне снова раздается звонок. Алло. Здравствуйте. Приносим извинения за доставленные неудобства. В качестве бонуса мы вернем полную стоимость заказа. Балл. Спасибо. Полную прям? Приятно. Да, в итоге мне еще и вернули деньги за еду, что я заказывал. За все? Прето, что я не жаловался. Ни хрена. Видимо, пожаловался тот человек. Другой, видимо, пожаловался. Да, да. Даже боюсь представить, как он его достал. И да, я же говорил, что он точно останется без зарплаты сегодня. Если что, против профессии курьер я вообще ничего не имею против. Более того, в свое время я сам хотел им работать. Особенно после просмотра определенных фильмов. Да? Хотел работать курьером? Серьезно? Конечно, только красивые девушки. Ага, ага. Мне нечем расплатиться, кроме... Ну, столкнувшись с реальностью, понял, что... Мне тоже нечем расплатиться. Договоримся. Не жаловаться на них в случае спорной ситуации. И так непросто приходится. Конечно, если он еду мою не съест, тогда наказание последует незамедлительно. Мне кажется, так не тихо. Где мой бургер? Маразма. Ну? Он говорил тоже, что это приносили его там и ели прямо перед ним. Прямо перед ним? Да не, мне кажется, если может какой-то отказ, отказались, только дайте... Слушай, а мне на самом деле как-то курьеров очень жалко. Я еще посмотрела канал «Все работы хороши». И там как раз рассказывают про работу там в Яндекс.Доставке, самокате, какого-нибудь там, деливери. Кстати, еда – это еще не самое плохое, а самое ужасное, знаешь, когда ты продукты заказываешь. И они... Ну, я заказывала тоже продукты, но нам обычно привозят на машине, в сумках как бы есть лифт. Я понимаю, что там тяжело. А тут, получается, людям заказывают бутылки воды, эти 5-литровые, несколько штук, и чувак на велике везет эти бутылки вместе с продуктами. Представь, какой это тичь. Блин, мы тоже так заказывали. Не, ну мы же не на велике. И плюс 3 5-литровых бутылки воды. А у них ограничение, не больше 3 бутылок. Мне тоже как-то было так... Да, но все равно, знаешь... Мне тоже было как-то стыдно. Так хорошо, что у нас лифт есть, что лифт работал, понимаешь? Но все равно как-то тоже, я так себя чувствую, как-то неловко. В принципе, с другой стороны, думаю, блин, как бы, я же поэтому и заказываю, потому что это тяжело, я не хочу эти магазины тащить это дома ногами. Тут как бы мне привезут, получается, что у меня нет машины, да? А тут типа человек платит за то, что он принесет. Нет, я не плачу за доставку. Доставка там бесплатная. Нет, ему платят. Ему платят за то, что он принесет. Просто там, знаешь, жестко, я посмотрела вот эти работы хорошие, а там постоянно и штрафуют. Штраф, штраф, за то штраф, за все штраф. А лишь поэтому просят пять звездочек, чтобы у них хотя бы были базовые деньги, понимаешь? У них такая кучка кадров очень жесткая. Ужасно огромная. Поэтому работают все подряд. Естественно, куча людей приезжает, допустим, кто даже нелегально, они не могут устроиться на какую-то работу легально, им приходится вот эти вот так вот курьерами разбираться. А когда... Да, в принципе, какие студенты тоже, знаешь, нужны деньги, они стоят курьерами, прорабатывают. Они очень быстро сменяются там. Да, там текучка очень большая. Я, в принципе, заметила, что больше всего такая текучка, наверное, в сферах, это вот курьерская служба. И вот, знаешь, магазины, типа какой-нибудь там официант, может, какой-нибудь там, не знаю, шаурмист, что-нибудь такое. Потому что вот часто идешь в городе, и вот на кафе все время требуется человек, который делает пиццу, требуется там официант, требуется официант. Видимо, постоянно из-за того, что очень сложно... Ну, это очень сложно, на самом деле, я понимаю. Потому что нагрузка большая. В принципе, любая работа очень тяжелая. И физически может быть тяжелая. А тут еще очень сильно эмоционально сложная работа. Потому что тебе нужно с людьми контактировать. Представь, вот так вот тебе курьер принес заказ, а ты что-то не так сделал, ему там что-то не понравилось. Начинают тебе жаловаться, жаловаться, жаловаться. Ты что-то заказал? А он, может, сам забыть, что заказал? Одно говорит, типа... Ты мне не то принес. Ты мне не то принес, я заказывал это. Ну, ну, вот у меня заказ. Я не знаю, вот что принес. Ты мне принес, я заказывал. А он реально, может, сам ошибся и не заказал это. А бывает так, что, допустим, можно путать человек, который комплектовал заказ, а курьер не виноват, например. А все равно все шишки на курьера, получается Ты же принес, ты же последний Ну, короче, жесткая тема У нас такое было, у нас как-то приносили продукты чужие, да? Да, принесли пару чужих продуктов и час не донесли А еще половины не было Ну, я просто написала, сказали, надо написать заявку Он писал заявку, потом мне просто довезли и все Я как бы не орала, ничего, говорю, ну все, спасибо, что поменяли Ну, нам не было, что бесплатно Бесплатно не было, да, было бы приятно За косяк В общем, вот такая вот получилась реакция Спасибо большое за просмотр, пока Хм, неплохо, неплохо А давай еще это видео посмотрим А может лучше это? Сложный выбор